АПЛОДИСМЕНТЫ Купил шубу, все равно козел, потому что накаркал теплую зиму. Смотри, смотри, спрашивает. Я поправилась? Ответишь, да, козел. Ответишь, нет, тоже козел. Потому что перед ответом задумался. Не называешь ее маму мамой, козел. Назвал мамой, все равно козел, потому что ехидной интонацией, мама. Я козел только потому, что женился на ней. Потому что если бы не я, у нее были такие варианты. В списке претендентов на ее сердце даже Абрамович был 131. Это если расставлять по алфавиту, а если по деньгам, Абрамович вообще в список не попадал. Посмотри, я козел, потому что, как ей кажется, когда я начинаю смотреть клипы с Верой Брежневой, я, затаив дыхание, это смотрю, понимаешь? Или начинаю чаще дышать. Ну что я в следующий раз делаю? Я начинаю дышать реже. Она говорит, посмотри, посмотри, козел. Аж дыхание затаил. Сходил, сходил в магазин небритый. Она говорит, что ты бороду отпустил, как козел, а? Не мог побриться? Позоришь меня перед людями. Сходил в магазин гладковыбритый. Она руки в боки говорит, интересно, для кого это ты выбрился, козел? А вот огрызаешься, скандалишь, значит, ведешь себя не по-мужски. Перестал огрызаться, значит, все, молчишь. Значит, я тебе безразличен. Нет, вот она говорит, дорогой, у меня появились новые морщины? Скажешь, да, козел. Скажешь, нет, новых морщин у тебя не появилось, все равно козел. Потому что правильный ответ, мужики, запомните. Дорогая, у тебя вообще нету морщин и не было. Нет, запомните, мужики, запомните. Говорите, нету морщин, дорогая, даже если жена уже напоминает бельмондо. Если она тебя спросила, дорогой, я хороша в постели? Не вздумай ляпнуть. Да, дорогая, ты лучше всех. Потому что она тут же начнет орать. А, ты со всеми перепробовал. Есть с кем сравнивать. Секс один раз в неделю, ты импотент. Два раза в неделю, ты извращенец. Значит, идеал это полтора раза. Я готов. Ребят, я готов, но вы мне технически... Вы мне технически объясните, как это? Полтора. Если жена долго молчит, а потом... На мой вопрос, зая, ты чё? Она надув губы, говорит, ничё. Значит, всё. Готовься к огромному ушату грязи. Значит, ушат для тебя. Ушат для твоей мамы. И ещё по половнику на каждого члена твоей родни. Готовься узнать о том, что твоё генеалогическое древо плодоносит только козлами. Только прожив 20 лет в браке, я понял, что мужчины глазами любят, а женщины глазами едят. Потому что когда жена застукала меня ночью у холодильника, я прожорливая свинья. А когда я её застукал ночью у холодильника, она сразу, я только посмотреть. Только, как оказалось, утром она успела умять глазами полтортика и 700 грамм буженины. Кстати, о буженине. О буженине. Есть такая байка. Знаете, попадает в охотничью яму свинья, волк и лиса. Вот. Волк огляделся вокруг, смотрит, свинья. Значит, еда есть. Лиса рядом. Есть кого, в общем, секс как бы не уйдёт далеко. Это свинья говорит, волк, я всё понимаю. Я понимаю, что мне не жить. Можно я напоследок спою? Волк говорит, чё, давай пой. Лежит в лесу, обнимает, балдеет. Тут свинья как завизжит. Прибежали охотники, всех перестреляли. Волк лежит, подыхает и думает, ёлки-палки, еда была, секс был. Нет, шоу, блин, захотел. Я на этой весёлой ноте прощаюсь. Пойду домой, потому что в воздухе уже просто висит её вопрос. Куда этот козёл подевался? Всё, ушёл, ушёл, всё.